Согласно DSM-4, шизоидное расстройство личности относится к кластеру А – необычные или эксцентрические расстройства. Человек с таким расстройством характеризуется общей отстраненностью от социальных отношений и ограниченностью способов выражения эмоций в ситуациях межличностного взаимодействия. И, соответственно, для постановки такого диагноза необходимо, чтобы было 4 или более из нижеперечисленных характеристик, которые бы стали проявляться от 18 лет и старше. Это то, что касается шизоидного расстройства, то есть не шизотипического, а самая лёгкая. Потому что я думаю, что подробно весь этот спектр исследовать ни к чему, потому что для многих, кто в клинике не работает, какая-то серьёзная работа с больными шизофренией просто не очень актуальна. Да и, собственно, с шизотипическим расстройством тоже иногда встречается, но гораздо реже. А вот шизоидное, пожалуйста. Итак, вот 4 характеристики из следующих. Человек не хочет иметь и не получает удовольствия от близких отношений, в том числе и семейных. Итак, если человек не хочет иметь и не получает удовольствия от близких отношений, то это, скорее всего, один из плюсик. Нужно набрать, чтобы хотя бы 4 было, для того, чтобы определить, что действительно это шизоидное расстройство. Ну, по крайней мере, это то, что в эту сторону. Дальше. Почти всегда предпочитает уединённую деятельность. Третье. Слабо заинтересован, если вообще заинтересован в сексуальных отношениях. Ну так, слабый интерес к сексуальным отношениям. Дальше. Четвёртое. Получает удовольствие лишь от небольшого числа видов деятельности или вообще ни от какой деятельности удовольствие не получает. Пятое. Не имеет близких друзей или товарищей, кроме своих ближайших родственников. Шестое. Равнодушен к похвале или критике. Седьмое. Проявляет эмоциональную холодность, отрешённость или уплощённость аффектов. Но при этом важно, что эти признаки не должны быть прямым следствием каких-то других болезней или общего физического состояния. Скажем, вот только что был какой-то грипп такой отвратительный, который точно приводил к двум неделям потери интереса, аутистических реакций. В общем, когда не особенно чего удовольствие доставляет, да и в сексуальных отношениях интереса чего-то не обнаруживается. Вообще, тема, конечно, это очень обширная, потому что то, что касается исследования шизофрении, ну, во-первых, там можно свободно исследовать. И вот, собственно, когда я оказался в этом направлении, я сначала не понял, потому что вроде бы тяжёлая болезнь, и поэтому как бы нужно очень осторожно экспериментировать ещё что-то. Но на самом деле в этой области отношения к каким-то психологическим экспериментам, вообще к любым, было такое, что-то в принципе о чём, что ему может повредить. Если вам удастся хоть что-нибудь сдвинуть у этого человека, ну и славно. То есть в этом смысле как раз наоборот и для психологов, и для любых исследователей в этой области, ну, просто всё в порядке. Например, одно из исследований, которое, понятно, попалось давно просто, как ни странно, в оригинальной книжке, по-моему, оно так и осталось, ну, вот в нескольких экземплярах, по-моему, всего в России. И это была первая книжка Грегори Бейтсона и Дона Джексона, потому что на самом деле вот эти исследования шизогенной матери были инициированы изначально таким психиатром Доном Джексоном, который выписал, пригласил специалиста, скорее, в области социологии, и социальной психологии Грегори Бейтсона, который должен был обеспечить психологическую часть исследований, но главное – это как-то грамотно описать то, что было обнаружено. Ну, вот пригласил, получил под это определённое субсидирование исследований, а потом незадачу взял и умер. Вот. И что оставалось делать Грегори Бейтсону? Ну, в общем, продолжать ту работу, в которую он включился, и, соответственно, дальше это проводить. Вот в первой книжке, которая построена как обсуждение между четырьмя коллегами, ну, вот занимающимися исследованием в области шизофрении, там было обозначено первоначальное вот это вот формирование даблбайнда следующим образом. Это просто такое примитивное было понимание, что я его очень хорошо запомню. Вот. Что если мать не любит ребёнка, но вербально декларирует обратное, то ребёнок оказывается перед выбором, выбирать ли вербальное выражение, словесное выражение любви или выбирать невербальное выражение отвержения. Поскольку для безопасности ребёнку необходимо выбирать любовь, то он таким образом как бы обучается в дальнейшем вот всю эту невербальную информацию игнорировать. То есть в этом смысле как бы выбрасывая её как неважную. И значит, что дальше в других контактах точно так же он будет игнорировать у нас вот эту вот эмоциональную составляющую. Что, собственно, мы и имеем. И что мы имеем в разном описании. Ну, например, через такой термин, как отсутствие социальной интуиции. Ну, потому что вообще-то, когда мы попадаем в какую-то одну обстановку или другую, интуитивно мы пытаемся себя вести так, как большинство людей, которые в этой обстановке. То есть, ну, как бы мимикрировать, сливаться. То есть раз так положено, ну, значит, так. А с больными шизофренией здесь большие трудности. Собственно, вот эта та самая группа, вот начиная от больных шизофренией и заканчивая какой-то слабой выраженностью, то есть вот это шизоидное расстройство личности, это всё равно люди, которым достаточно трудно адаптироваться. в любом месте. И поэтому они, как правило, очень консервативны. Вот в каких-то привычках, в социальном окружении. И поскольку вступление в какое-то новое социальное окружение, в какие-то новые отношения, они чреваты вот этим фиаско, то есть то, что вот человек с таким расстройством предъявляет себя как-то не очень адекватно и собирает насмешки, отвержения, ещё что-то. Ну, в общем, выглядит часто как несоответствующие обстановки. Вот «Белая ворона». То есть, ну, например, там, как это в известном стихотворении или каком-то этой истории, какое-то с детства, я уж не помню, в какой форме она была. Ну, когда, значит, на похоронах смеётся, да, а на свадьбе плачет. Вот как бы с социальной интуицией всё достаточно плохо. Дальше была вот знаменитая идея, которую лучше всего оформил Грегори Бейтсон в своих более поздних работах, такая, которая имела значение психологическое и философское. Это вот идея двойного обуславливания, двойной связи. И, соответственно, он со своей точки зрения тогда обозначил, что эту двойную связь как бы генерирует мама. То есть, что шизогенная мама, она часто допускает высказывания, в которых как бы одновременно выбрасывается и один полюс, и другой. То есть, как бы одновременно и приглашая, например, контакт, и отвергая. И в результате этого, ну, невозможно на это послание отреагировать адекватно, потому что в нём есть две взаимоисключающие, две противоречащие друг другу части. Опять-таки, позже вот в классической работе приводится такой пример, который благодаря его такой скрытой фаличности он остался, ну, очень в памяти хорошо остаётся. Это про то, что мама приходит вот на свидание к такому больному шизофрении в клинику, а он выходит её встречать, ну, и у него одеты два галстука. Вот. И она, значит, в ответ на это очень огорчается, говорит доктору, что вот, ну, видите, он же совсем сумасшедший. Он вот взял и одел вот эти два галстука. После чего доктор разговаривает вот с больным, и тот ему объясняет, что вообще вот эти галстуки оба мне подарила мама. Если я ношу этот галстук, она спрашивает, а почему ты тот не носишь, он тебе не нравится? Если я ношу этот галстук, она спрашивает, почему ты не носишь тот, он тебе не нравится? Вот. И поскольку мама должна была прийти, и я хотел избежать вот этого вот напряжения, то я надел оба галстука. Вполне креативный такой, творческий подход. Действительно, как разрешить вот эту неприятную ситуацию? Ну, поскольку я с этим много сталкивался, то могу сказать, что, во-первых, это все далеко не так просто. Потому что источником вообще даблбайнда изначально является не мама, а изначально является ребенок. Просто похоже, что мама этого типа не может фильтровать эти высказывания. Потому что вообще любой ребенок порождает взаимоисключающие высказывания. И задача взрослого, который его воспитывает, это каким-то образом дифференцировать, тормозить одно и усилить другое, так, чтобы было последовательно. Ну, то есть, например, когда ребенок после уже комплекса оживления, на вот этой фазе, собственно, когда развивается привязанность, одновременно и пытается улыбаться, потому что пришла мама, и одновременно плакать, потому что у него болит животик. И задачкой является как-то вот это разделить. То есть на одно отреагировать так, и на другое так, чтобы вот это двойное послание было разделено. А просто похоже, что ну вот мамы этого типа скорее просто не умеют как-то с этим справляться. Вот. Ну, вообще говоря, шизогенная мама – это отдельная такая тема, очень интересная, потому что, ну, давно те, кто работает с этой группой пациентов, с больными шизофренией, обнаружили очень большое сходство. Вот как раз в матерях. Потому что, как правило, это очень активные, стыничные женщины. Вот. Женщины такие, ну, командирши, авторитарные, часто как бы не умеющие сделать что-то деликатно, ну, как-то вот оттормозить, то есть как-то обеспечить вот некоторую безопасность. И поэтому, как бы, для ребенка, такая мама, которая очень активная, быстрая, которая не умеет быть вот аккуратной, осторожной в отношениях, она является пугающей и одновременно привлекающей, потому что, ну, а как без нее жить? И в этом смысле, как бы, такое двойное послание, оно содержится, собственно, в самом факте существования вот этой стыничной мамы, которая как бы одновременно пугает ребенка и одновременно привлекает его. Ну, и здесь очень важна разница по темпу тоже, потому что шизогенные мамы, они, как правило, такие активные и быстрые, вот, а, соответственно, дети вот этой категории, они чаще бывают тормозные или бывают неровные, бывают такие, которые очень сильно возбуждаются или, наоборот, которые чрезмерно оттормаживаются. То есть, в общем, чтобы синхронизировать вот друг с другом вот эти состояния, нет возможности, и поэтому такая мама как бы начинает подгонять ребенка. А в ответ на что хвалит, если он все-таки старается делать что-то раньше? Ну, потому что как бы не хватает терпения, и поэтому чем раньше он что-то говорит, чем раньше ходит, чем раньше еще что-то делает, тем с точки зрения мамы лучше. И она, значит, как бы тогда хвалит ребенка, как-то демонстрирует ему свое принятие. И в ответ ребенок, соответственно, пытается спешить тоже, насколько возможно. Вот. Если он хорошо разгоняется, то он тогда попадает в область таких вундеркиндов, которые, соответственно, вот в области вот этих формальных успехов стараются спешить, 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 спешить. Вот. И, в общем, дальше потом для большинства из них какие-то отношения с клиникой оказываются вполне реалистичными. Потому что есть естественный, нормальный ход развития, и он требует терпения. То есть шизогенная мама, она вот торопит, она стынична и пугает. И в этом смысле она формирует, ну как бы такой страх, как единственный способ, единственный путь установления отношений, как или быть сожранным, или самому сжирать. Буквально он как учебный фильм, я его рекомендую вот в этой области, называется «А как же Боб?». «А как же Боб?». Вот. Как раз про больного шизофрении, который так вот адаптирован, ритуально приходит к психотерапевту, вот, а тот, значит, уезжает куда-то и перепоручает его другому психотерапевту. Вот. И, значит, вот этот Боб, он как-то настолько включается в отношения с ним, то есть он требует больше времени, больше присутствия, он его как бы сжирает настолько, что в конце концов, как бы они в результате меняются местами. то есть, соответственно, этот психиатр уже выдает такие психотические реакции, а, соответственно, Боб женится на его сестре и как бы занимает его помещение. Как бы происходит такая замена, сжирание. Вот. Ну, из заслуживающих внимания исследований вот из больных шизофрении для меня было важным и очень интересным исследование, которое касалось морфологии центральной нервной системы больных шизофрении. Оно вроде бы такое достаточно примитивное, но которое обозначает, что вообще для больных шизофрении и для группы лиц, которые в этом шизоидном спектре находятся, то есть шизотипические расстройства личности, шизоидные также. Ну, это вот коллеги были из Института мозга, потому что в какой-то момент Институт мозга объединили вот с этим самым академическим центром психического здоровья и, соответственно, были такие совместные исследования. Вот. Что в целом масса серого вещества, вот если говорить о сером веществе и белом веществе, что соотношение серого и белого вещества у больных шизофрении таково, что серого вещества больше. То есть как бы у здоровых людей больше белого, то есть больше связей комиссур, вот, а у больных с шизофренией гораздо больше оказывается серого, то есть, собственно, тел клеток, а вот связи между ними оказываются недостаточными. И поэтому те процессы, которые там протекают, вот при таком механизме, они протекают с рваным ритмом, они требуют часто большего времени на простые вещи. И как бы больше времени приходится тратить на то, чтобы что-то интегрировать, чтобы связать одно и другое. И вот тут мы выходим тогда, собственно, на само слово шизофрения, схизис, расщепление. Но в силу, опять-таки, как сказать, вот этой изначальной идеи о том, что человек вообще изначально прекрасен, вот такой гуманистической, а остальное всё портит его там, ну, не знаю, вот политики, болезни, ещё что-то. А так сам по себе человек это совершенство, и он прекрасен. Вот тогда действительно так. То есть изначально у нас всё едино, соединено и прекрасно. А потом происходит вот это шизофреническое расщепление, когда у нас части существуют отдельно. Это то, что обычно всегда демонстрируют вот как раз студентам, и, собственно, когда проводили какие-то студенческие конференции, то это всегда было очень показательно. Ну, то есть продемонстрировать человека, который там обладает, например, какими-то очень хорошими формальными способностями, но при этом совершенно как ребёнок ориентируется в отношениях, совершенно не ориентирован во многом другом, не может себя обслуживать. То есть, ну, скажем, это всегда был очень такой выигрышный материал. Ну, то есть когда, например, выходит какой-то страшный там персонаж, который, понятно, за собой абсолютно никак не следит, вот, но, значит, тут же для студентов достают приготовленную там шахматную доску и предлагают кому-нибудь вот с ним сыграть. Обязательно находился тогда кто-то, кто вообще там, соответственно, занимался этим в кружках, юный шахматист, я не знаю, или ещё что-то, и вылезал играть с этим человеком. Вот. Игра длилась недолго, обычно. Вот. И вот этот вот больной, который толком не говорит, который, в общем, не ориентируется, ещё что-то однозначно обыгрывал этого вот, ну, волонтёра. Не знаю, как назвать, вот того, кто вызвался с ним сыграть. Вот. То есть в этом смысле у нас есть вот эта неравномерность развития, такая, то, что клинически обозначают как парциальность. То есть какие-то зоны оказываются или высокоразвитые, или, по крайней мере, сохранные. А потом чуть-чуть в сторону, и какая-то другая часть жизни, ну, просто совсем ребёнок, совсем не ориентируется. Потом следующий фрагмент, опять что-то. То есть вот такая вот неравномерность. И они не связаны друг с другом. То есть, опять-таки, когда говорят о шизофреническом таком расщеплении, то говорят о том, что оно такое горизонтальное, когда как бы пласты относительно друг друга содвигаются, вот, и между ними связи нет. То есть из-за этого часто возникают какие-то экзотические эпизоды. Ну, например, был такой эпизод, который, соответственно, в какой-то момент в один советский, просто, ну, в советские времена, клинику поставил на уши. А именно, вот, пациент выписался некоторое время назад, вот, и вот он через неделю приходит, значит, с такой спортивной сумкой, а в нём лежит целлофан, упакованный по кускам тела. Вот. Начали выяснять тело его матери. Ой, там, какая паника, что такое, ещё что-то. Он же всё рассказывает, он по-честному всё рассказывает, но этому никто не верит, понятное дело, что должны быть исследования, ещё что-то. Значит, у мамы случился инфаркт. Она умерла. Он не знает, что с этим делать. И поэтому, что он сделал? Ну, он, с его точки зрения, нашёл хороший выход. Это никого не пугало. Он её разделил, расчленил, расфасовал по кусочкам, значит, соответственно, запаковал в сумку и принёс лечащему врачу, чтобы тот объяснил, что теперь с этим делают люди. Он нашёл хороший выход из положения и совершенно не понимает, почему там вокруг все ходят на ушах, что он не так сделал. Всё логично. История вроде что-то кошмарное, и в то же время это кошмарное, одновременно такое комическое. Но эта комичность, соответственно, для самого больного непонятна. И в этом смысле разница в степени выраженности заключается в том, что как раз шизотипические понимают юмор так порционно, что-то понимают, что-то не понимают. Больные шизофрении, у них с этим бывает парадоксально. А шизоиды – это юмористы. Все юмористы как раз в основном шизоиды. То есть они как бы обнаруживают связь между какими-то вещами, которые вроде не связаны, так как на этом построены все шутки, все вещи. То есть в этом смысле то, что касается, если вы понимаете юмор, то вы понимаете его именно шизоидной частью. Но вот у данного механизма, который имеет большую различительную способность и малую способность к интеграции, вот этот механизм просто не успевает все синтегрировать. И мало того, в силу воспитания его подтолкнули к тому, чтобы быть таким, ну жить неинтегрированным. Что ничего, ну ничего, что у тебя там это не получается, но зато ты там великолепно стихи пишешь, еще что-то. Ну вот и так. То есть сдвинув какую-то вот эту часто абстрактную формальную деятельность, формальную активность. Поэтому то, что касается расщеплений, чаще всего это не соединение. И в этом смысле, если я как терапевт работаю с человеком, у которого есть такие особенности, то одна из моих обязанностей – это помогать ему интегрировать. То есть помогать ему объяснять, почему таким способом делать стоит, а таким не стоит. И просто нормально это объяснять. Потому что, ну, скажем, затертый, конечно, пример, потому что я его в лекциях, и описан он много раз. Ну, после того, как я стал работать в частной практике, ко мне все равно по старой памяти направляют людей с довольно сильно выраженной шизоидностью, ну, в том числе и больных с шизофренией. Раньше, соответственно, у меня был один из критериев такой, после которого я как-то мог взять в работу человека, чтобы вот он знал свой диагноз. Знал, что у него такой, не пугался. Ну, и тогда, значит, это какая-то основа критичности уже, по крайней мере. И тогда с этим можно работать. И вот, значит, пришел такой вот пациент, который такой сильно был известный, которого использовали как раз для демонстрации всяких, ну, потому что у него было несколько особенностей таких. В частности, одна из особенностей была следующая, что во время разговора он как бы непрерывно одевался и раздевался. То есть он периодически раздевался там буквально до трусов, вот, потом так же вот одевался, дошел шубу, еще что-то, вот. И, значит, вежливые психотерапевты из других конфессий вообще-то ему не объяснили просто, что так делать не надо. Потому что, ну, ты посмотри, люди же так не делают. Вот. На какой-то момент, когда у нас с ним наладился контакт, я ему вот это объяснил, и он перестал это делать. То есть он стал плохим уже демонстрационным материалом, потому что вот просто ему никто этого вот как-то не объяснял, что так делать не надо. Вот. То есть на самом деле здесь важно вот в работе с этой частью или с этими людьми, ну, во-первых, самому никогда не быть расщепленным. То есть вот если я что-то предполагаю, а я предполагаю, что там вот ты шизофреник, но об этом тебе никогда не скажу, а буду как-то косвенно что-то такое придумывать, все, наш контакт разрушен. Потому что вот этой двойственности эта группа людей не выдерживает. То есть это то, что для них оказывается невозможным. Ну, точно так же, как я вот вначале сказал про эту работу с социальными навыками, ну, вот для больных с шизофренией и вообще лиц вот шизоидного спектра, например, очень большая сложность – это навык врать. А он очень важный для жизни, он один из 37 базовых. Потому что если вы не умеете врать, то вы не человек. Если вы не имеете право изворачиваться, хитрить, врать, то вы тогда механизм. Извините, конечно. Потому что это первое право человека на вранье. Но мы с ним сотрудничали, в общем, где-то, наверное, года 3, 2-3. В принципе, можно было продолжать бы и дольше, потому что вообще при таких особенностях, в общем, ну, как бы нет вот того момента, когда можно сказать, что всё, у тебя всё прошло и до свидания. Потому что в этом смысле термин «лечение шизофрении» он такой неадекватный, потому что это не лечение. Но то, что касается реабилитации, ну, как-то, да, достаточные результаты были достигнуты. Важно было, чтобы он меня как-то понимал, чтобы он перестал меня пугаться, или, наоборот, быть слишком смелым. Ну, как-то, чтобы у нас с ним было налажено взаимодействие. Всё это взаимодействие, оно налаживалось через постоянные его социальные ляпы. И в этом смысле, да, вот эти социальные ляпы его мне нужно было как-то так, ну, исправлять. Периодически во время работы он там закатывал глаза и, соответственно, кричал, что как я хочу бить маму. Вот, ну, например, такой был у него симптомчик интересный, который тоже нравился очень психотерапевтам и пугал, значит, людей на демонстрациях. А надо сказать, что вообще это было пустое заявление. То есть это был какой-то подкреплённый вот такой автоматизм, потому что, на самом деле, мама его вообще-то покончила с собой. Вот. Вообще-то она покончила с собой после того, как он начал к первому психотерапевту ходить. Значит, где-то через полгода. Потому что он, когда стал ходить вот к психоаналитику первому, то, соответственно, ну, как бы он постепенно выяснял всё больше и больше про ошибки мамы и, естественно, ей про это говорил. Вот. Ну, он же честный человек. Он же честный человек. Он так это всё и объяснял. Ну, он по этому поводу не очень переживал. То есть, ну, это же бывает, господи. Ну, покончил с собой мама, с кем не бывает. Потом папа покончил с собой. Ну, тоже, в общем, с кем не бывает. Вот. Потом была проблема большая. Психотерапевт, психоаналитик захотел от него избавиться. И поэтому она подняла, соответственно, цену за сессию. Вот. А он, ну, ясное дело, нигде не работал. Вот. Ему нужно было оплачивать. Но он говорит, что, ну, у него был какой-то небольшой доход, что он, в общем, ну, как, только кашу ел. В общем, какими-то немыслимыми способами, но всё равно оплачивал, не отцеплялся. Значит, психоаналитик ещё подняла цену, чтобы он всё-таки, наконец, ушёл. Он продал дачу, оставшуюся от папы с мамой, чтобы оплачивать психоаналитик. То есть у него вот эта поглощающая, вот эта вот пожирающая часть была совершенно колоссальной. И в этом смысле он постоянно нарушал границы. Но он нарушал границы в мой адрес, например, как сказать, ну, часто потому что он просто этого, ну, не знал. То есть, ну, например, вот он там шёл по дороге, ему встретились хорошие бананы. Вот он их купил и говорит, давайте мы с вами бананов поедим. Вот я хочу вас угостить бананами. Я говорю, классные бананы, давай поедим бананы, но вообще так делать не надо. Потом в какой-то момент он, как вот так же, поскольку он был такой же, как вот этот, а как же Боб, он поехал на один из интенсивов у нас первых, который был в Болгарии. И там он поселился с одним коллегой, который сейчас из ведущих тренеров такой. Он привёз в Болгарию с собой такой чемодан, я не знаю чего, всяких вещей, который был ростом почти с него. То есть какой-то совершенно колоссальный чемодан. И вот, значит, когда позже приехал в этот домик тренер, то он обнаружил, что весь домик заполнен вещами. Но он тогда уже тоже работал в клинике, и он сказал ему, ну, вот так не надо. Давай так, половина домика твоя, половина домика моя. И давай так, чтобы вот в моей половине твоих вещей не было. И, значит, ушёл на какое-то время. Возвращается. Аккуратно. Вот как бы, вот тут всё чисто, всё есть. А там адское переплетение кучи всяких вещей. Вот. То есть очень так забавно. Очень забавно. Вот. Ну, просто действительно очень такой красивый случай. Красивый, потому что, ну, там, например, на интенсиве интересно было, как люди его совершенно не понимали, отвергали. Вот за его вот эту, собственно, социальную неадаптивность. Ну, например, там было такое дикое возмущение. Ну, это лето, Болгария, там тепло. Вот. Что вот он расселся, ноги раскорячил, вот яйца вот вываливаются. Он, значит, говорит, позвольте, это не так, снимает этот самый шорты. Это, говорит, не яйца, это у меня плавки тут такие. То есть он как бы искренне, соответственно, пытался, вот, выполнять все эти требования. Или там, например, ещё одно возмущение тоже у людей. Вот что он делает? Он, значит, соответственно, вытаскивает сопли, размешивает в воде, и потом это пьёт. Как же это так? Вот. Он говорит, вы про что? Здесь просто жара, сухо, у меня сохнет нос. И поэтому я мочу, значит, водой палец, и нос мочу водой, чтобы не сохло внутри носа. Но просто люди обычно это не делают. И со стороны это выглядит, соответственно, вот так вот, дико отвратительно и так далее. Вот. То есть, в принципе, работая вот с этой группой, периодически оказываешься в очень интересных, вот таких смешных обстоятельствах. Потому что, соответственно, ну вот, местами эти люди совершенно наивные. То есть, когда их пытаются адаптировать вот таким тоже способом, ну, скажем, ну, трудотерапии, всем известно, это ориентировка. Вот в Советском Союзе это было вообще. Я не знаю, кстати, сохранилась сейчас трудотерапия, нет? Нет, сохранилась. Ну, вот. Ну, и вообще то, что касается реабилитации. Вот был договор тогда у больницы Каченко, теперь Алексеевской. Ну, в общем, не знаю, я про Каченко ничего не знал, про Алексеева тоже мало что знаю. Ну, неважно. Вот. Не суть. Так, соответственно, ну, и решили вот эту группу больных, раз у них есть такие формальные способности хорошие, адаптировать посредством того, чтобы их направлять на курсы бухгалтеров. Договор подписали с курсами бухгалтеров, все в порядке, формальные способности есть. Но, к сожалению, никто на работе не удерживался дольше определенного времени. Ну, потому что навыка ловчить нет. Нет навыка ловчить, хитрить. И как бы такой вот прямолинейный и, как это сказать, не умеющий хитрить, не умеющий изворачиваться, бухгалтер совершенно не нужен. То есть вот эти особенности все время приходится учитывать, и они очень интересные, они такие, как это сказать, они очень правдивые. И не знаешь, в какой момент, собственно, включится у этого человека вот какое-то неожиданное прозрение, неожиданное проявление. Опять-таки, пример истертый, но для меня очень такой важный. Просто я про много говорил, потому что он такой для меня был. Это еще в начале, когда пришел в клинику, и так в порядке, ну, знаете, как там у матросов посылают иногда якоря точить или еще что-то. Вот, значит, психологам тогда тоже для прикола посылали периодически больных в остром состоянии. Вот, типа, ну, испугается. Ну, конечно, после студенческого испугается, да нет, тоже такой же безбашенный. Вот, значит, соответственно, сидит такой больной, с которым приблизительно разговариваешь. Он там в углу кабинета кого-то видел, что-то с кем-то там переговаривался. В общем, ну, то есть, так, вот. Вот, спрашиваю его там, а какое сейчас время года, ну, отмахивается там, вот. Ну, а говорит, спрашиваю тоже, а вы давно здесь? Он говорит, да нет, я не знаю вообще сколько, не имеет значения. Вот, ну, потому что он занят более важными делами, чем этими самыми. Вот, ну, и так уже я из соображений типа, ну, все равно не ответит в догонку. Ну, говорю, как вы думаете, типа, пошутить решил, и как вы думаете, долго ли вы здесь пробудете? Вот, тут он на меня посмотрел так и говорит, да меньше чем вы, доктор. И поэтому, если вот эти больные говорят, что, а вы не болеете случайно, проверьте. Возможно, у вас грипп начинается, правда, и, возможно, стоит уже что-то принимать. То есть, очень ясные, очень точные восприятия, очень точные обратные связи. Вот, как раз и у больных этой группы, потому что есть вот этот эффект парциальности. И вообще то, что касается шизоидности, там, ну, бывает много интересного. Ну, потому что я уже упомянул вот Юрия Фёдоровича Полякова, своего руководителя, а его работа была как раз по поводу связи между творчеством и шизофренией. Такая тема-то известная. И, в частности, вот, в одном из направлений вот этой работы исследовали спецшколы Москвы, математические, физические, вот, и отслеживали в течение 20, по-моему, или 25 лет выпускников. Вот. И, соответственно, было просто статистически показано, что на порядок больше, соответственно, больных шизофренией, соответственно, значительно больше обращений практически у всех и так далее. То есть, что вот эти особенности, связанные с креативностью, с творчеством, они одновременно и связаны вот с этой частью. Вот. И вот это про очень такой тонкий переход и про то, что было обозначено как актуализация латентных признаков, на чём построена куча всяких методик. Вот. То есть, ну, некоторые, правда, конечно, поскольку знаю, кем они были придуманы, опять-таки, носят психоаналитический, очень серьёзный отпечаток. Ну, например, до сих пор у меня в памяти про нахождение вот этого самого объекта по показателям, скажем, вот такой описание, как длинный, тёплый, ароматный, гладкий, ну, слишком оно фалично. То есть, я не знаю, ну, как бы то, что это батон хлеба, я бы никогда не подумал. Ну, периодически просто бывают всякие забавные такие ситуации. Ну, как, например, у другого коллеги, который изучал, соответственно, эмоциональную сферу больных шизофрений, оказался вопрос в своё время, опять-таки, в советские времена, на 100% различающих больных шизофрений от здоровых. А вопрос был следующий, боитесь ли вы зубных врачей. 100% здоровых боялись зубных врачей, а 100% больных не боялись. И некоторые даже добавляли, а это они меня боятся. Что неудивительно. Вот. Поэтому то, что касается вот этой группы больных, там действительно много очень симпатичных черт. И как бы понятно, что это обращается и к тем же симпатичным чертам у того, кто с ними работает. И в этом смысле тот, кто работает с этой группой, тоже постепенно свою, как бы, эту шизоидную часть сильно накачивает. Да, то есть, как бы, ну, потому что другой работать-то не особо получается. Вот. Особенно, тем более, если это речь идёт об обследованиях, исследованиях, вообще о какой-то такой рациональной деятельности. Ну, и то, что касается вот этого самого творчества и больных шизофрении, ну, там масса, там издавали интересные альбомы, потому что собирали как раз работы вот художников больных шизофрении, и в этом смысле коллекции вот эти очень интересные у коллег-психиатров, которые вот этим занимались. Несколько альбомов издали, очень хорошего качества таких. Вот. Ну, немного наивный анализ, конечно, внутри. Но там есть кое-что относящееся. Вот. Но он такой, скорее, клинический. Там не было тогда ни психологического, ни тем более психоаналитического составляющего анализа по понятным причинам. Хотя с точки зрения вот психоанализа, как бы там же было не только как бы анализ, не только деконструкция искусства, но и наоборот как бы конструирование. То есть когда психоаналитический инструмент был просто применен к развитию, к появлению каких-то определенных, ну, художественных работ, ну, скажем, общеизвестная вещь, это про Сальвадора Дали, да, который как бы, ну, на самом деле, много вот символов, которые он включил в работу, это было из его переписки с Фрейдом. То есть и в этом смысле определенный стиль, вот, ну, в котором, например, ну, у него было два страха основных. Один из этих страхов был, это страх бедности, и поэтому ему важно было обеспечить, соответственно, какой-то доход. И другой страх – это был страх поглощения такого посредством, ну, страх тюрьмы. Да, удали, да, вот было два страха. И вот по поводу, соответственно, вот этого страха бедности из психоаналитических работ вот того времени, он вынес связь между, соответственно, деньгами, золотом, богатством и, соответственно, экскрементами. Вот. И в этом смысле он вполне целенаправленно на работах обычно помещал какое-то говно. Вот где-то в одном месте, в другом. То есть это был как бы его талисман. То есть когда, как приманка вот денежная. В результате, правда, да, реально был как бы один из самых богатых при жизни художников. Потому что, скажем, масса же других очень известных, они умерли-то, в общем, сильно в небогатом состоянии. Ну да, и в этом смысле творчество, конечно... Ну, может быть, я изобразительное лучше знаю, хотя и то, что касается литературного творчества, понятно, да, тоже. И то, что касается музыкального. Вот этот вот переход, да, когда как бы степень вот этого шизоидного спектра расстройств достигает практически уровня уже шизофрении, уже патологии такой серьезной. Но при этом сохраняется способность и сохраняется возможность производить, генерировать что-то необычное. Вот то, что было описано в работах Полякова, как актуализация латентных свойств, как то, на что не обращает внимание обычный человек, а то, что, соответственно, больные шизофрении распознают и актуализируют, то есть обнаруживают. И, например, творческие задачи в среднем больные шизофрении, если нет интеллектуального дефекта, то есть, в общем, достаточно сохранные, решают лучше, чем средние здоровые. То есть, в принципе, вот эти вот творческие задачи оказываются более подходящим для них материалом, пространством для деятельности. Вот. И тогда была еще такая интересная работа. Вот. Потом, к сожалению, этот вот коллега, он забросил, собственно, клиническую и научную работу, и ушел, значит, в шоу всякое вот это вот. А жаль, потому что работа была хорошая, про спонтанную адаптацию больных шизофрении, когда, соответственно, под маркой такой, что собираемся снять вот учет психиатрический, по архивам выискивали тех пациентов, которые долгое время не появлялись, диспансеры. Вот. И среди них, понятное дело, что там много кто умерли, уехали, еще что-то, в общем. Но среди них обнаруживались как раз люди, которые были диагностированы точно, как больные шизофрении, и такие достаточно серьезные, и диагнозы были поставлены, ну, уважаемыми психиатрами. Ну, там, Кербиковым, Ганнушкиным, там, и так далее. Вот. А, соответственно, их обнаруживали в том, что они адаптированы и совершенно не нуждаются уже много лет, вот ни в каком ненаблюдении, ни в каких действиях. То есть, и дальше, соответственно, исследовали вот эта группа, то, каким образом эти люди адаптировались и описывали какие-то особенности. Но и особенности были такие, что, во-первых, это всегда творческая была деятельность какая-то. Вот. Во-вторых, чаще всего ненормированная. Вот. То есть, как бы, работой, связанной вот от сих до сих, по графику и так далее, как правило, эти люди не могли толком заниматься. Чаще эта деятельность была, ну, как бы, со сменой дня-ночи. Ещё один был важный пункт, относящийся тоже к этой вот группе, как бы сказать, ну, да, вылечившихся, можно считать, спонтанно пациентов. Это то, что в течение длительного времени у них был человек какой-то, который совмещал, как бы, обязанности и социального работника и помогал как-то и с душевными какими-то вот такими. Ну, то есть, несмотря на то, что скучно, сложно, ещё что-то, оставался в отношениях и поддерживал отношения с этим человеком. Причём это не мог быть родитель, никто из родителей. Иногда братья, но чаще двоюродные. То есть, чем дальше родственник, тем лучше. А вот от мамы с папой тут помощи нету. И даже и не надо их, как это, вот. То есть, скорее, скорее... Очень интересные супруги были, очень интересные. Да, да, было несколько случаев. Ну, там вообще это очень интересная вещь, потому что это же тоже всё связано, ну, с какой-то безопасностью. И поэтому, как бы, вот тогда ещё один пункт, который генетики радостно подхватили, и они, значит, соответственно, это обозначили как ассортивность. То есть, то, что, соответственно, типа, одинаковые гены к одинаковым же генам, в общем, как-то выбирают друг друга по похожести. То есть, в этом смысле, те, кто поддерживали, как бы поддерживали такие же, но просто в лучшей ситуации. То есть, и в этом смысле, это очень важный пункт и для перспективы работы. Потому что, если у вас, ну, не было никаких психологических сложностей в жизни, если вы никогда не сталкивались с какими-то, ну, внутренне тяжёлыми ситуациями, проблемами, и они у вас сейчас есть, вот, то вам в психотерапии делать нечего. Здоровым людям в психотерапии делать нечего. Здесь вот есть такая особенность, которая относится, в принципе, к отношениям больных шизофрении. Дело в том, что они же игнорируют динамическую часть. И в этом смысле особенность, например, системы отношений шизоидного человека, она такая, что он не переживает от того, что рядом нет кого-то. Ну, потому что важно, что есть у меня хорошее отношение с этим человеком. То есть там нормальная ситуация для шизоида – это то, что мы подружили, как-то вот вместе провели время, и вот записал я там этого человека в свои друзья. И вот у меня там и есть. Да, а мы не общаемся пять лет, десять, пятнадцать, двадцать. Может быть, и никогда не встретимся, но неважно. Вот такой воображаемый друг, он есть, все хорошо. А Даник понимал, что богатый не был в бананке? Это да, это тоже. Но там, да, и это сложная история, потому что это история с такой дразнилкой, с сублимацией. Ну, потому что, например, я не знаю, если вы были в музее Фигерасе, нет, вот, то там как раз он начинается с того, что в экспозиции там такая рыбацкая лодка, которая вся обвешана презервативами. То есть в этом смысле, ну, как бы свобода нравов, вот та, которая была в те времена, она была достаточно сильной. И в этом смысле Далий очень эксплуатировал сублимацию, сексуальное напряжение. То есть в этом смысле Гала имела отношение с другими мужчинами, но не с ним. Он же свою энергию таким образом направлял вот в работу. То есть там это все было рассчитано и механически вполне устроено. Так что механика этих отношений, этих вещей, она такая очень-очень интересная. Ну, еще то, что, наверное, относится к вот этой группе людей. Моя позиция как психотерапевта, она такова, что я не вполне человек. То есть в этом смысле, хотя я нахожусь в диалоге, вот, с данным клиентом, пациентом, в зависимости от степени. Но он меня воспринять как целостный не может. Ну, по определению. Потому что, соответственно, у него уж точно, если у нас есть уровень нарушений, такой уровень нарушений личности, то этот человек вообще целостный объект не может создать. И поэтому мне не надо, как сказать, стараться проявляться. То есть если я вообще во встрече, в разговоре, ну, хоть как-то приношу собственный опыт, какие-то свои оценки, что нравится, не нравится, еще что-то такое, то это не нужно, это только разрушает наш контакт. То есть я, в общем, нужен именно как его такая внутренняя часть. То есть моей задачей не является выделяться и налаживать нам с ним продуктивный диалог, потому что от этого только все нарушится. в этом смысле, да, вот он как бы в соответствии с тем, как строят отношения, он меня сожрал. Я, соответственно, работающий с ним психолог, все, это нормально. Но мне от этого неплохо, потому что я не боюсь, что меня сожрали, я на самом деле вполне автономно существую, действую и так далее. И вот эта позиция, она очень важна. Точно так же, как нужно быть в какой-то степени противоположностью вот этой шизогенной мамы. То есть если шизогенная мама подгоняет, то здесь моя задача скорее притормаживать. потому что по своей привычке он будет стараться как можно раньше что-то придумать, как можно раньше что-то сделать. Ну нет, моя задача обеспечить то, сколько нам необходимо, ничего страшного. И нужно быть очень вежливым, деликатным, потому что в этом смысле данный человек сам не может свою границу отслеживать. И он полагается, что это наша совместная такая деятельность, что я в этом приму участие. И когда он в чем-то зайдет далеко, я скажу, так не надо, аккуратно. То есть в этом смысле характер диалога здесь резко отличается от других. То есть, например, конфронтировать, скажем, ну, непродуктивно. Ну, забегая вперед, могу сказать, что конфронтировать продуктивно только с пограничниками. Потому что если вы конфронтируете с нарциссом, то это просто конкуренция, кто из нас больше нарцисс. То есть, либо вы проиграете, тогда нарцисс более опытен и лучше вас, либо вы выигрываете, тогда я вас поздравляю, вы больше нарциссический психопат, чем вот тот, кто к вам пришел. Вот. Как бы и то, и другое не является как-то хорошим результатом. А здесь конфронтация пугает. Конфронтация пугает, конфронтация заставляет, как бы, надеть человеку все доспехи сразу. Ну, и конфронтировать не надо. Вот. Ну, и здесь очень важно, чтобы контролировать какую-то свою, ну, кому какую из частей. Ну, вот мне, например, достаточно важно контролировать, наверное, скорее, нарцистическую как раз часть. Потому что если что-то, какие-то мои замечания, какие-то мои реакции оказываются неважным для вот человека, с которым я работаю, то в этом нет ничего обидного. Просто они, правда, ему не важны. А я на это могу как-то отреагировать. Вот. Я могу иногда что-нибудь там, ну, как, например, не точно сформулировать еще что-то. Ну, мне нет смысла просто стыдиться, например, перед вот этим человеком. Ну, потому что это не его переживание, это не та тема вообще. И если у меня в ответ на то, что я что-нибудь такое сказал, ну, как, там, я не знаю, что-нибудь такое, что возбудило психоаналитическую часть, так что я задумался, а что это я такую оговорку допустил, и мне стало стыдно. Но это мой материал. Он не имеет отношения к этому человеку. И мало того, он даже этого и не заметит. Ну, а кому-то приходится вот при работе с этими клиентами, пациентами очень сильно контролировать свою пограничную часть. Потому что то, что этот клиент не приближается, то, что он скорее отгораживается, это не то, что он меня отвергает. И, в общем, я знаю, что так, психотерапевтам, у которых достаточно сильное пограничное устройство, работать вот с этими клиентами тяжело. Настолько, что они предпочитают, соответственно, вот число шизоидов ограничивать. С пограничными и прочее, вот с этой категорией, потому что как бы все время есть это ощущение отверженности. Ну да, результат аутизма, да, ощущение отверженности. Вот. С другой стороны, то, что касается вот этих аутистических навыков, во-первых, они в целом в обществе развиваются все больше и больше, потому что общество становится ну как бы людей все больше и больше вокруг. Разных самых, они как бы рвутся контактом, и поэтому я, например, очень благодарен еще этой практике, вот еще когда у нас были там отделения, ну, острая половина и спокойная половина, вот тому, что, скажем, кабинет был в острой части, вот проходишь, и важно ни с кем не зацепиться. Это такая каждодневная тренировка. В результате этого приобретаешь отличную способность. Вот в разных местах ходить, ни с кем, ни за что не зацепляться. Это вообще вот, ну да, такое вот аутистическое поведение. То есть, когда, правда, можно там в какое-то рискованное место, где может быть толпа знакомых, но как-то тебя не очень заметили, и ты, ну и как-то так, в общем, и нормально. Вот. То есть, это очень хорошая особенность. И еще одна хорошая особенность, что после всех этих экспериментов по коммуникативной перегрузки, ну, во-первых, там дальше и исследования были еще на эту тему, ну, все больше и больше уделяешь этому внимание в своей жизни. Вот. И понимаешь, что, ну вот, что хватит. Разговоров там хватит, например. Нужна какая-то пауза. Вот. Потому что это уже так режим не тот. Вот. Ну, то есть, многому можно научиться. Хорошая, хорошая группа, хорошие это люди. Вот. Ну, начал я вот с DSM-4, а теперь я все-таки зачитаю первую часть таблички, потому что с этой, эта табличка, она имела для меня большое очень значение. Ну, как бы, на самом деле, она свела воедино все три типа и позволила вот обнаружить какую-то разницу между ними у каждого человека. Итак, вот если у нас тепличности шизоидной, то, соответственно, та метапотребность, это я уже потом добавил в эту табличку, которая оказывается, ну, затрудненной, нарушенной, это метапотребность безопасности и принадлежности. Ну, вот потому что очень трудно принадлежать к чему-то, какой-то группе. Вот. То есть, можно принадлежать формально, но вообще вот ощущение принадлежности, ну, слишком опасно. Вот. И, соответственно, понятно, что безопасность это основное. Дальше, и качество личности. Фрагментарность, аутичность, ну, такая разделенность, парциальность, когда у нас есть какие-то сильные, какие-то слабые качества. Следующее, из теории объектных отношений, характеристики вот этого внутреннего объекта. Ну, напоминаю, как в одном из описаний, вот этот самый внутренний объект, это такая сформированная репрезентация первичного другого, к которой все остальное примеряется, первичный другой, это материнская фигура, ее особенности я уже описывал, да, и тогда внутренний объект, он получается пожирающий или сожранный, одновременно привлекающий и одновременно отвергающий. То есть, как бы, вот это вот амбивалентность, она заложена в основных характеристиках вот этого внутреннего объекта, который в дальнейшем является, ну вот, основой моих отношений вообще совсем с любым другим объектом в этом мире. Вот. Ну и, соответственно, мать пугающая, одновременно привлекающая, одновременно пожирающая и отвергающая. то есть, вот эти особенности также. Незавершённые задачи развития. Понятно, незавершённая задача развития это привязанность. Потому что, когда есть такой страх, что в контакте я могу быть разрушен или поглощён, он приводит к тому, что я либо тоже пытаюсь разрушить и поглотить, ну и понятно, что это как бы постоянное такое испытание отношений. Вот. Ну и... Незавершённые задачи развития это из такой психодинамической составляющей, из теории развития, в том числе и в гештальтотерапии тоже, что всё, что у нас сейчас есть вот в данный момент, это результат всего развития человека. И, соответственно, на каких-то определённых этапах он жил в определённой среде, осваивал какие-то определённые формы адаптации к этой среде и так далее. И в соответствии вот с этим он и пытается сейчас применить те клиши, те штампы, какие есть. Ну, то есть то, что мы имеем, это результат развития. И в этом смысле есть у нас в процессе развития одна из вот этих задач, ну, а это совершенно определённая задача умение устанавливать отношения. если она не была в своё время решена, то она так дальше остаётся на всю жизнь как нерешённая. Ну, идеалисты считали, что её можно как-то изменить, и тогда что-то меняется. Ну, это не так. То есть на самом деле есть какой-то привычный способ действия, который всё равно привычный. то есть как не знаю, ну, как если есть какая-то колея, по которой всё наезжено, то всё равно риск в неё съехать очень велик, что бы мы ни делали, какие бы мы другие дороги не прокладывали, потому что по этой колее всё время ездил. Смысл работы в том, чтобы сделать и другие колеи тоже. конечно. То есть тем, чтобы поддержать другие части. То есть смысл в том, чтобы помочь развиться той части, то есть не делать что-то с шизоидной частью, если она очень сильно развита у человека, то она помогла ему выжить в какой-то момент. Ну, например, вот эта шизоидная или шизофреническая структура личности, которая развивается вот у ребёнка при шизоидной матери, это способ выжить вот в этих условиях. Вот. В условиях такого жуткого пожирающего объекта, который одновременно является любимым и необходимым для жизни. И вот в соответствии с этим формируется вся эта система. И не надо её разрушать. То есть задачкой является поддержать, сформировать, усилить вот другую, то есть ту, которая связана, ну, та, которая про привязанность. Вот. Дальше, соответственно, избегаемый опыт. Ну, потому что для того, чтобы развиться, нужно выдержать фрустрацию. Чтобы выдержать фрустрацию, нужно, чтобы у нас, соответственно, какой-то опыт был сформирован как опыт. И вот этот опыт избегаемый, это уничтожение, поглощение. То есть то, что человек боится быть уничтоженным. То, что он удерживает дистанцию, уходит от контакта, избегает слияния, избегает эмоционального контакта. Это все совершенно естественные такие характеристики защитные. Ну, вот, например, одна из клиентов, которая работает, такое очень интересное сочетание, где как бы очень задавлена пограничность. То есть вот эмоциональная часть, она оказывается очень-очень задавлена и так, что она дублировалась в ситуациях таких экстремальных переживаний, она дублилась психосоматическими какими-то проявлениями, потому что пережить чувство как чувство оказывалось слишком опасно для нее. А пережить чувство как болезнь, это нормально, тут понятно, что делать. Вот. Дальше. Пугающая эмоция. это ужас уничтожения несуществования, ужас смерти, поэтому, соответственно, если вот обратимся, скажем, к этим альбомам творчества душевно больных, творчества больных шизофрении, то там как бы во всех разделах обозначается, что вообще ведущим мотивом таким вот творчества является изображение смерти в разных вариантах. Символическое, реальное, разрушение смерти и так далее. Вот это вот такая важная тема. как попытка прожить вот этот ужас. Основные формы сопротивления это дефлексия, проекция, то есть уклонение какое-то, потому что вообще для того, чтобы у нас обеспечить себе такой аутистический кокон, нужно очень сильно развивать вот эту способность к тому, чтобы уклоняться от контактов, от каких-то взаимодействий, так что это может стать автоматизмом. и это вот тоже еще, что я сразу не сказал, что когда начинали еще работать, то периодически попадались люди, которые считали, что нужно бороться с симптомами. И вот раз есть такой симптом болезни, как аутизм, ну, значит, нужно учить больных быть общительными. вот такая примитивная идея, она периодически возникала. Да ни в коем случае. Потому что как раз вот аутизация это защита. Другое дело, что эта защита иногда бывает чрезмерной, но это вот эта самая защита той слабой интеграции, которую я с большим трудом сделал. И вот хоть как-то удерживаю. Если я вступаю в избыточное количество отношений, я не успеваю все интегрировать, я буквально разваливаюсь тогда. Ну, вот это вот путь как раз того эксперимента, когда было слишком много групповой терапии, и больные оказывались в наблюдательной палате. Слишком много контактов, аутизм это важная вещь. Вот. Отношения с другими, это избегание отношений, потому что отношения все равно это всегда пожирание, и лучше как-то поменьше. Лучше, чтобы меня поменьше пожирали, ну, и я тоже тем более буду. Поведение в терапии это обычно интеллектуализация, часто заторможенность, избегание эмоциональных переживаний. Заторможенность иногда бывает такая сильная, что начинаешь подозревать, что вдруг это депрессия. потому что понятно, что при клинической депрессии мы тоже там всю эту депрессивную триаду, как заторможенность речи, заторможенность движения, заторможенность мыслей, вот мы это все соответственно видим. Но здесь другое, при этом нет подавленности, ничего не подавлено, просто в принципе помедленнее. Потому что еще одним из описаний вот этой самой шизоидной шизоидного типа личности на одном из этапов, не помню, кто это выдвинул, было следующее, что вообще собственно течение шизофрении это некое такое преждевременное душевное старение. Ну потому что действительно с возрастом аутизация нарастает, нарастает, избегание эмоциональных всяких вещей и так далее, и так далее. Просто у этих людей как бы вот их старение такое психологическое происходит гораздо быстрее. Вот. Ну и чтобы завершить последний пункт по табличке, это терапевтическая установка. То есть ну некоторое такое напутствие терапевту, да, как-то не быть. При страхах и избегании приближения важно быть осторожным, не навязчивым, специально это следить, не навязывать свое мнение, устойчивым и мягким. То есть вот это вот какой-то набор характеристик при работе вот с людьми, для которых вот эта часть является очень-очень важным. Вот. А дальше там много всего. Ну, например, чувства, эмоции, эмоциональные процессы. Аутистические чувства, эмоции, эмоциональные процессы, они не подразумевают другого. И в этом смысле клиент может расстраиваться, может смеяться, но это не для того, чтобы я с ним разделил эти чувства. Он просто это чувство сейчас испытывает. Он может быть в ярости, но это не означает, что мне нужно в ответ на это пугаться или, значит, вместе с ним против кого-то объединяться. Ничего подобного. Это аутистические переживания, и это его переживания, и если я пытаюсь их разделить, то я как раз становлюсь навязчивым. Любовь в какой форме принимает, как нежность. Для шизоидов очень важна именно эта составляющая нежности. Сопереживание, сочувствие, жаление. не надо. Не надо. Как осторожность? Как внимание к тому, что вот ты такой, и как осторожное обращение. вот это нет, нет, Это как раз наоборот. Это то, что я использовал, когда у меня было слишком много клиентов, и вот какие-то клиенты шизоидные ко мне очень навязчиво пытались прийти, я все-таки соглашался на то, чтобы на консультацию приходили, а потом преувеличенно эмоционально сопереживал, и когда провожал, обнимал, это было гарантией, что второй раз не придет. Ну, табличку я действительно думаю, что завтра просто сделаем, тогда проще будет видеть. То есть, если речь идет о шизофрении, то есть, ну, таком устойчивом расстройстве, то, конечно, шансов мало. Ну, про того, правда, пациента, про которого я рассказывал, он сделал немыслимый пируэт в какой-то момент, он синтегрировался, вот, и как бы в какой-то момент он перестал вот это выкрикивать, что как я хочу, чтобы маму убить, там, еще что-то, вот, и так, что даже в сессии в какой-то момент что-то мы говорили, ну, что-то он рассказывал про старые времена, что-то ему пришло в голову, вот, это, и он так с сочувствием говорит, вообще и маму жалко, ну, я просто возмутился, ты что, говорю, такое говоришь, мы же договаривались, что ты шизофреник, маму жалко ему, понимаешь, вот, вот, то есть, ну, и на самом деле, вот, произошло действительно некоторое изменение, это изменение было в его жизни тоже, то есть, он устроился там на стабильную работу, он, соответственно, сформировал какое-то, какие-то отношения еще, то есть, как будто что-то изменилось, но я не верю в лечение, вот, я думаю, что тут какой-то подвох, или он тогда был, ну, недостаточно шизофреничен, вот, тогда ошиблись, или, значит, это получается такая имитация, все равно, ну, не знаю, в общем, ну, то есть, я так остался с недоверием про результат, потому что, как бы, в мою картинку мира это не вписывается, то есть, если серьезная степень, то ничего не сделаешь, а если степень небольшая, то у нас другие части, они все-таки тоже есть, только они как-то сформированы, только они не функционируют, потому что, как бы, всю энергию забирает себе вот эта вот шизоидная часть, и из-за этого они просто, ну, не поддерживаются, не развиваются, не существуют, и поэтому полезно, ну, их усиливать как-то, то есть, ну, как сказать, не то, что специально выталкивать человека, потому что это бы противоречило вот этой идее аутизации как защитного механизма, но когда он сам начинает туда двигаться, то тут можно следовать за ним, ну, то есть, в сторону, например, обнаружения привязанности какой-то, вот, ну, с тем, чтобы не уходить сразу в страх, вот этот вот поглощение от этой привязанности, а с тем, чтобы какое-то время вот, ну, попереживать, что да, есть привязанность, как бы, но это не плюсы и не минусы, точнее, и плюсы, и минусы, то есть, это просто то, что есть, и ничего страшного, вот, то есть, вот это вот поддержать, какой-то переход, наверное, наверное, ну, в зависимости от степени, конечно. Я думаю, что все-таки недостоин, это скорее нарцистическое, это не через достоинство, это правда через чувство жизни, вот, как бы, если обращаться вот к этой самой, к немецкой традиции дистанциальной, то это тогда, вот это Лебенфюллер, чувство жизни, вот, то есть, да, его нет, и именно поэтому, опять-таки, вот, говорили о том, что настоящие суициды, есть законченный суицид, то это на, почти на 100%, на 90% подтверждение диагноза шизофрении, ну, потому что, если речь идет об обычном человеке, то, соответственно, вот это желание жить, оно все равно как-то выкрутится, ну, там есть вот эти небольшой процент, я забыл, порядка 8% законченных суицидов, у тех, кто как раз чаще всего суицидами угрожает, это вот у пограничников, вот, ну, это по случайности, то есть, просто потому, что, ну, дураки что-то вот не рассчитали, и все, вот, а здесь, ну, потому что, правда, нет никаких проблем, нет вот этой защиты, нет вот этого чувства жизни, то, как бы тогда, наверное, тогда смерть поэтому особенно страшна, как бы, потому что, как бы, и жизни-то нет, и поэтому вот тематика, связанная со смертью, это так тоже диагностический такой критерий, но так же, как и агрессия, и к маме, вот, то есть, это тоже такой показатель косвенный, что тут что-то, вот, ну, да, пожалуй, вроде более или менее по шизоидности, по шизоидной такой составляющей изложил, и, и, Продолжение следует...